Доброе утро! У меня 11 часов, я буду завтракать. Сегодня у меня приемы пищи, по крайней мере это точно будет без счета, потому что на основной у меня вот такая печень тушеная в сметане со стручковой фасолью и грибами. То есть я не знаю БЖУ этого блюда, поэтому в целом особо не считаю. Ну вот здесь на глаз так я положила приличное количество квашеной капусты, добавила микрозелень, по весам налила ровно 20 грамм масла авокадо, чтобы не перебарщивать. И здесь 30 грамм сыра, просто кусочек остался последний, поэтому 30, а то бы еще может и больше положила. В общем, что я хочу сказать. Кушала вчера сытно, почти по 1000 калорий каждый прием пищи, а сегодня вес пошел вниз. Довольно приличная циферка получилась. Вот и думай после этого, что нужно урезать калории, или наоборот, кушать сытно, как просит твой организм. Возможно, это как бы результат того, что сошла водичка после ночной смены. Ну, не знаю. В общем, кушается как кушается, результаты вы видите. Ну, десерт, конечно, будет. Сегодня он будет тоже вредный. Да здравствуют все нелюбители химии, так сказать, в еде. Хотя вся жизнь наша это химия. На десерт у меня будет вот такой адреналин зарашуга. В общем, выпью энергетик. Договорилась с собой, что хотя бы это все будет в прием пищи, а не так между делом. В общем, там нет ни сахара, ни калорий. Собственно, водичка с какой-то примесью ароматизаторов и ущерителя вкуса. В общем, ничего полезного для здоровья. Ну, и для фигуры тоже ничего вредного. В общем, приятного мне аппетита. Увидимся, наверное, уже на ужине. Примеряла платье. Платье, кстати, мне не подошло. Решила показаться в полный рост. Не часто это делаю. Напомню, мой вес сейчас 83 килограмма при росте 172 сантиметра. Осматривают покупки главные эксперты. Девочки, я приходила по магазинам, отводила ребенка к бабушке. В общем, куча дел, куча дел. Хотела показать свои новые покупки. По-моему, очень связано с диетой. Это кухонные принадлежности. Купила две вот такие кастрюльки. Одна 2,5 литра, а одна 1,8 литра. В общем, коснючие, безумно. Они такой, как сказать, формы. Сейчас открою. Они такой прямой формы, без выпуклости. И даже крышка тоже она без выпуклости. Не знаю, мне почему-то очень понравилось. Это, конечно, больше позиционируется как для индукционной плиты. Мое движение, я не голая, я не в штанах, просто цвета телесного. Они позиционируются как для индукционки, но для газа тоже подходят. Ну и вторая такая, но только чуть побольше. Просто были в Галмарте. Там акция сегодня. Второй товар за рубль. Собственно, поэтому у меня появились две такие сквозьмичьи кастрюльки с толстым дном. Обожаю такую посуду. А со сковородками? Ну, вот эту вот малюсенькую я себе приобрела 20 сантиметров. Жарить яичницу на одного. Там сыну омлеты часто жарят. В общем, такая маленькая. Маленькая у меня нет. А эта блинная пойдет на подарок свекрови на 8 марта. Не знаю, что дарить. К сувенирным таким делам она у нас очень плохо. Цветам и все такое. То есть она ругает нас затраты бессмысленные. Это не тот случай, когда девушка говорит, да не надо было бы. Сама радуется. Нет, она реально ругает нас, обижается. И, в общем, мы уже пробовали. Больше не станем. Поэтому вот такую нужную как бы здесь купили. А это я себе приобрела аромат. Вообще мой аромат это Дона Карана Нью-Йорк. Зелененький. Не помню, как называется точно. И вот я нашла реплику его довольно достойную. Запах очень похож. Не знаю, вот это вот гамма-дора. Кто это? Что это? Просто в торговом центре меня поймала рекламка. Ну, как бы женщина с... Девушка со стиком, который пахнет, на котором нанесен аромат. В общем, я заинтересовалась. Подошла, пообщались. Увидела, что есть вот такая реплика. Попробовала аромат. И действительно очень-очень похож. Очень достойная. По стойкости не знаю. Но вот по цене могу сказать. Здесь 100 миллиграмм. 2000, что-то. 1990, как-то так. В общем, это я себе сделала подарок на 8 марта. Сейчас уже половина 8. Я очень голодная. Я была сегодня в курдзале. Завтра, наверное, буду на работе с вами поговорю и подробно расскажу, как прошел сегодняшний день. Сейчас я в идеале, конечно, должна была попить водички и лечь спать. Но нет. Я мало того, что покушаю, так еще и, скорее всего, это будет творог. Потому что я увидела в супермаркете творог и безумно захотела. В общем, сейчас подумаю, соображу и покажу вам, что получилось. Почти 8 часов. И вот такой позденький это ужин. На скорую руку я себе собрала. Просто покрошила айсберг, зелень горчицы, заправила маслом авокадо и уксусом яблочным. Половинка кусочка жареного карпа. Вчера жарила сыну. 100 грамм тут мяса получилось. И вот такая вкуснятина. Это творог со сметаной. 25% жирности. Творог 8, 9%. 9% и сахза. Я хочу обратить внимание, что я на расширении уже питания. И в начале своего кета, сейчас уже пятый месяц идет. И раньше я не ела. Можно по пальцам пересчитать. Может быть, два раза я ела творог. И он был у меня в сырниках. Вот так вот. Просто творог со сметаной. Ем впервые за 5 месяцев на кета питания. Поэтому те, кто только начинает, лучше не баловаться. И смотреть на отклик своего организма на такую еду. Вот. Ну и тарелку салата я нарезала. Потому что не могу я просто поесть что-то небольшое, но плотное по нутриентам. При этом не съешь тазик клетчатки. Потому что мы просто не наемся. Привыкла уже. Буду кушать. Приятного аппетита. Увидимся завтра уже на работе. Доброе утро. 10 утра. Сейчас у меня вот такой ранний завтрак. Вчера был поздний ужин. Сегодня ранний завтрак. Думаю, часть тени лежит на вот этом десерте. Но, несмотря на это, я его снова повторяю. Ну и с другой стороны, встала в 5 утра сегодня. Сейчас 10-5 часов пробуждения. В принципе, проснувшийся голод, ну это не совсем прям что-то необычное. Здесь у меня большая порция салата. Айсберг, микрозелень, кабачок. Все заправлено сметаной. Поделила 100 грамм сметаны между творогом и салатом. Сверху здесь у меня консерва, такой паштет, печень и икран ментая. Еще добавила в заправку яблочный уксус. Потому что сметана какая-то, ну совсем без кисленьки. Ну и, как уже сказала, 100 грамм творога со сметанкой и салзамом. Буду с ним с этим десертом бить кофе. Приятного аппетита. БЖУ посчитала. Пропорция, кстати, получилась весьма неплохой. Ну что, я победила. Выпила кофе с творожком. Сижу, скучаю. Сегодня такой какой-то неактивный день на работе. И вспомнила, у меня же есть вот пакетик таких замечательных семечек. Ну и вот. Ну что, девчонки, а как считаем их? То есть я заношу 30 грамм семечек? Или потом еще вычитаю из них скорлупки? Как вы думаете? Напишите, пожалуйста. Ну, я, наверное, сейчас съем. И потом еще взвешу остатки. Пять часов. И ужин я сделала себе вот такой. Салат, если честно, сделала в два раза больше. Потом поняла, что ну совсем это не вписывается по углеводам. Получается больше 20 грамм углеводов. Ну что-то около того. И, в общем, поделила эту порцию напополам. Поэтому в секрете увидите это как название. Салат-конструктор. Потому что пришлось его выбивать по рецепту и делить на две части. В общем, запуталась я. Запуталась, наверное. И посчитала даже печень. Ну, конечно, приблизительно. Для этого, не поверите, выбирала вот кусочки печени. Взвесила их отдельно. Потом фасоль оставшуюся взвесила тоже отдельно. Так, приблизительные позиции нашла. Вот в секрете, конечно, это не точные там до калорий, до каждой. Но, в принципе, чтобы понимать общую структуру еды, общую структуру порции, этого будет вполне достаточно, как по мне. И на десерт вот целых 50 грамм курбича.